Областной клинический онкологический диспансер открылся в мае прошлого года. На полную мощность медучреждения вышло уже к концу августа. По словам министра здравоохранения Рязанской области Александра Пшенникова, новый онкодиспансер позволил реализовать трехуровневую модель работы с раковыми заболеваниями в одном месте. Диагностируют, обследуют и лечат здесь с помощью современного оборудования. Благодаря этому врачи уже достигли высоких показателей в лечении рака. В ближайшее время, у нас срок стоит, первый и второй квартал 2024 года, открыть дополнительно в регионе два центра амбулаторно-онкологической помощи. Поэтому мы принципиально выбрали площадку, это город, по сути, север и юг, разгрузив тоже определенные вещи, забрав и диагностический поиск, и амбулаторную химиотерапию, соответственно, тоже на добавочной площадке. За 2023 год врачи-онкодиспансеры уже разработали ряд новых диагностических методов. Проект «Борьба с онкологическими заболеваниями» – это часть национальной инициативы здравоохранения. Он помогает в достижении одной из ключевых задач программы по указу президента Владимира Путина – повысить уровень продолжительности жизни в стране до 78 лет уже к 2030 году, в том числе и за счет снижения смертности от рака. В 2023 году в рамках реализации борьбы с онкологическими заболеваниями были достигнуты все индикаторные показатели. Это было впервые после введения в эксплуатацию нового корпуса и организации онкологической службы. Мы получили большое количество техники, мы обучили наших врачей на работе до данного оборудования. До центра нам оказывают методологическую поддержку. Представитель Московского онкологического НИИ имени Герцена Ольга Туманова оценила динамику развития онкослужбы положительно. Я лично здесь была в прошлом году, смотрела те условия, в которых работала онкологическая служба. И, конечно, с учетом того, что отстроили новый онкодиспансер, переехали в новый корпус. Это новая возможность для пациентов, это возможность больше принять пациентов, улучшить диагностику, больше операционных и больше оказать помощь. Конечно, это прекрасно. Ольга Туманова также отметила, что Рязанская область лидирует по показателям, которые заложены в нацпроект здравоохранения. Так, например, в прошлом году наш регион занял первое место по снижению смертности. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».